Всем привет! Предлагаю вместе со мной разобрать вот такой чемоданчик, в котором хранится косметика, которую я каждый день использую. Косметика декоративная, уходовая. Ну и вообще все то, что я когда-то купила, попользовалась, а потом мне надоело. И у меня для этого существует вот такой чемоданчик Estee Lauder, который раньше был наполнен косметикой. Я когда-то его купила вместе с набором очень большим косметики. А теперь вот он у меня служит для таких целей. Ну и за одним расхламиться, да? Тут бывают какие-то находятся штуки, про которые я уже не помню, у которых уже вышел срок годности. Поэтому давайте приступим. Первое, что у меня здесь попадается под руку, это Фаберлик. Насколько я помню, это румяна. Да, это румяна. Не знаю, почему я ими не пользуюсь. Наверное, потому что, в принципе, румяна у меня заканчиваются очень редко. Я их купила ради интереса. И, в принципе, оттенок у них нормальный. Артикул 6287. Можно подобрать по розовее, по коричневее, поскольку многоцветные они. Но мне такой формат не очень нравится. Я все-таки люблю больше однотонный. Дальше, что мы видим? Тональный крем-балет. Я уже делала обзор вот на этот тональный балет. Тон натуральный с лицетином. И видео оказалось очень популярным, спорным. Много комментариев к нему плохих. Много, наоборот, позитивных. Посоветовали девчонки купить тональный крем балет 2000. Я, честно говоря, разницу не знаю. Еще его ни разу не пробовала. И все, хочу собраться и отснять еще одно видео в сравнении эти тональные. И уже потом понять, есть у них разница или нет. Но, по крайней мере, по цвету разница есть. Я уже на руку наносила. Это обязательно у меня еще будет использовано. Поэтому не выбрасываю. Дальше попадается мне Ларош Пазе. Два пробничка какого-то крема 50 плюс SPF. Обязательно мне пригодится, если я куда-нибудь поеду отдыхать. Возьму и использую либо на лицо, либо на плечи. Здесь две штуки по 3 мл. В принципе, на пару раз на плечики или на лицо. На несколько раз даже хватит. Это подарила мне подруга. Видимо, ей за какую-то покупку дали. Следующее, что это у меня, это тени Шанель. Которых у меня осталось всего лишь три оттенка. Светлый закончился. И этими я периодически пользуюсь. Они практически матовые. Вот этот оттенок очень люблю. Такой серо-бежевый. Этот на подводку идет темно-темно-коричневый. Ну и светлый практически не набирается. Они такие сатиновые оттенки. Очень красивые. Много лет этим теням. Но тени не содержат никакие жиры. И никак, никаким образом они не испортились. Такого оттенка, мне кажется, нет. А у меня они до сих пор есть. Следующее, что мне попадается под руку, это пудра иллюминайзер для лица мерцающая вуаль. Да, я ее покупала, действительно, для того, чтобы пользоваться в отпуске. Сейчас вам видно на солнце, как она мерцает. Действительно, мерцание есть, но на коже оно слабо выражено. Я, честно говоря, ожидала, что она будет немножко потемнее. Она прям бежево-розовая. Не знаю, смогу ли пользоваться на загорелую кожу. Ну, время покажет. Конечно, это я не выбрасываю. Следующее, что это палетка от Фаберлик. И палета, это палета для бровей. Артикул у нее 54-66. Покупала я ее для того, чтобы пользоваться в качестве теней. Очень красивые здесь оттенки. Вот этот может использоваться как хайлайтер карамельный оттенок. И они мне очень-очень нравятся. Но сейчас я пользуюсь цветными тенями. Я вот эти считаю базовыми коричневые тени. А сейчас пользуюсь зеленой палеткой от Фаберлик. И иногда синяя. Коричневые оттенки у меня сейчас не в ходу. Поэтому палетку убрала. Следующее. Лежит, ждет своего дня. Тональный крем Clorance Evermat. От SPF 15 здесь не содержит жиров. И оттенок у меня... Какой же у меня оттенок? 110. Медовый. Медовый оттенок. И он на загорелую кожу. Я в прошлом году в отпуске им пользовалась. Потому что он темноват на незагорелую кожу. И он ждет своего часа, когда же все-таки я подзагорю и буду им пользоваться. А вот этот тональный крем мне подарили. Сказали, что он очень темный. Но когда-нибудь, наверное, загорелую кожу, ты им будешь пользоваться. Ну, на самом деле, я настолько не загораю, чтобы им пользоваться. Он прям очень-очень темным ложится. Поэтому я, скорее всего, или кому-то его передарю. Или, ну, просто выброшу. Поэтому я пока его отставляю в сторону. Он мне не нужен. Следующее, что мы возьмем. Так, это, смотрите, это пробники тонального крема Шанель. Я их покупала, ой, я их обменивала на купоны. Золотое яблоко, Ильдеботе. Периодически на почту присылают купоны от Шанель на обмен. Эти купоны можно поменять на пробники кремов. И здесь у меня два пробника крема. В оттенке Light и Medium Light, тонального крема Less Beiges, да, по-моему, он называется. В общем, один посветлее, другой потемнее. Еще не пробовала. Вот так они выглядят. Малюсики такие. Обязательно попробую. И к ним в паре шли кремы. Девочки, я не знаю, какие уже из них. У меня здесь все перемешалось. Но у меня очень много разных, посмотрите, кремиков. И для глаз, и гель. Крем все это Hydro Beauty серия. Самая легкая в Шанель. Увлажняющая. И что еще здесь есть от Шанель? Вот это CC крем. Это просто незаменимая штука. SPF 50. Это тональный крем с SPF 50. У меня в оттенке 030 Beige. Тоже когда-то получала его по купонам. И каждое лето достаю по одному такому тестеру, пробнику и использую. Мне очень-очень нравится. И когда у меня в этом году уже закончится, получается, последний такой пробник. Да, последний. То в следующем году я, скорее всего, куплю полную версию. Потому что он очень клевый. Несмотря на то, что здесь SPF 50. Он не создает никакую тяжесть на лице. Летом он очень плотный. Но, несмотря на это, он не лежит на лице лишним. Мне он очень нравится. Поэтому, скорее всего, куплю полную версию. Ну и опять мне попалась сыворотка. В общем, посмотрите, 6 пробников по 5 миллилитров. Это 30 миллилитров у меня различных кремов Chanel лежат. Ну, здесь у меня накидочка Chanel для того, чтобы делать макияж и, допустим, прикрыть светлую одежду. Или ту одежду, в которую ты дальше куда-то пойдешь. Чтобы она не испачкалась. Здесь у меня лежит палетка теней 5618. Насколько я помню, это синие тени. Я сейчас пользуюсь зелеными. Синие достаю достаточно редко. Да, это сапфировые тени. Они мне почему-то больше хочется их наносить осенью. И, конечно же, я их не выбрасываю. Они просто ждут, когда они мне потребуются. Дальше. Крем капилляропротектор для чувствительной кожи. Гипоаллергенный уход лежит здесь, поскольку я его покупала для борьбы с куперозом. Но, девочки, не случилось. Именно на зону купероза, когда я его наношу, у меня появляется сильное сжение. Я задала вопрос в обратную связь. Мне сказали, что не должно быть сжения. Значит, какой-то компонент мне не подходит. Я этот крем, конечно, сейчас достану. И буду его использовать просто, просто как дневной крем. Я не помню, жирный он или легкий. Это я протестирую. И в какой-нибудь косметичке обязательно вам про него расскажу. Но выбрасывать точно не буду. Следующая. Румяна. Eye to eye. Ну, им уже, я не знаю, года три точно, как я их купила. А сколько им было до этого лет? Смотрите, 15-й год изготовления. Июль 15-го. Им ровно три года. Это просто замечательный румяна. Ну, вот эта крышка отваливалась абсолютно от всей продукции eye to eye буквально на третий-пятый день использования. Румяна просто клевая. Их здесь очень много. И в этой же серии была просто клевая пудра. Очень бюджетная. Румяна купила, я не знаю, рублей за сто, наверное, вот эту огромную упаковку. Я выбрасывать не буду. Хоть и неудобно ей пользоваться, но румяна ложатся очень красиво. Поэтому они остаются жить у меня. Следующая палетка, которую я купила, это Faberlic 5220 из коллекции Skyline. И здесь достаточно носибельные оттенки. Я делала с ними макияж. Тени очень неплохие. Но, опять же, тут оттенки, которыми я сейчас не пользуюсь. Пусть живут у меня дальше. Палетка 5624 серии Secret компании Faberlic. Это тоже палетка в коричневых, светлых, нюдовых таких оттенках. Немножко она мне давала какой-то воспаленный взгляд. Вот этот коричневый оттенок. В нем есть какой-то красный подтон. И я не знаю, куда мне их деть. Возможно, я их кому-нибудь подарю. Поэтому я их отложу в сторонку, поскольку они у меня вообще не востребованы. Дальше. Тени виртуозные. Трио оттенок 5194. И это для меня тени, которые я, скорее всего, кому-нибудь подарю или выброшу, поскольку они совершенно некачественные. Не понравились мне они какие-то сухие, не пигментированные. Может быть, светлый оттенок вот этот куда-то уйдет. Но коричневый, я не знаю, я ими красилась как-то на видео. Потом, в общем, я их не хочу использовать. Следующие опять тени Eye2Eye. Шикарные здесь два оттенка. Светлый и коричневый. Но если румяна, по крайней мере, можно как-то положить сверху пудрой, прижать. То вот эти мелкие коробочки в обычной косметичке уже невозможно хранить. Я их выброшу, выброшу. Вот эти точно выброшу. Румяна Буржуа. Тоже 500 лет. Наверное, я их отдам маме или кому-то еще. Может быть, нужно точно не буду ими пользоваться. Надоело. Тени Жаде. Им я не знаю, сколько лет. Но посмотрите, как красиво они мерцают. Видно вам, нет на камеру. Я обычно им делаю макияж в новогодние праздники. Ну или когда-то еще. В общем, они ложатся такой невесомой дымкой, но светящейся. То есть, они особого цвета не дают, но очень красиво мерцают при вечернем освещении. Поэтому я их тоже не выбрасываю. Они ничем не пахнут, не испортились. Вот эти точно на выброс. Оттенок 5482 с фиолетовым, с грязно-фиолетовым оттенком. Все оттенки грязные. Просто пачкают глаза эти тени. Невозможно их нанести. Вот эти, как эту конкретно палетку. Просто невозможно нанести на глаза. Поэтому однозначно это на выброс. Следующая пудра. Макирующая пудра для лица Путь к совершенству. Оттенок 615. Это самая моя любимая пудра на лето. На загорелое лицо. Очень хороший оттенок. Очень плотное покрытие. Когда у меня проявляется во всей красе пигментация на лице, этой пудрой можно в принципе ее запудрить. Даже без тонального крема. Она мне очень нравится. Просто ждет, когда я подзагорю. Пускай ждет. А вот это трио, кстати, мне нравилось. Посмотрите, тоже уже отвалилась крышка. Здесь такие яркие летние оттенки. Вот этот зеленый очень красивый. Синий глубокий. Тоже, кстати, не очень хорошая пигментация. И если уж брать синий, теперь у меня есть синие сапфировые оттенки. Но ради вот этого зеленого я оставлю. Золотой слишком вычурный, слишком кричащий. В принципе, такая канареечного цвета палетка получается. Но я ими красила, когда было яркое цветное настроение. Поэтому эти тени у меня остаются жить дальше. Тональный крем Stay On 6212. Это тоже такой слегка желтоватый тон. У Stay On обязательно его использую. Просто сейчас немножко не тот тон кожи. Поэтому он лежит и ждет. Палетку Vivienne Sabo я покупала на волне того, что мне все писали перламутровые тени. Не для тебя, бабуля. Потому что в твоем возрасте нужно уже переходить на матовые. Вот я купила матовые. И девочки у меня вдруг начали краснеть от них глаза. У меня такое бывает. Когда покупаешь дешевые тени, а это действительно дешевые, порядка 300 рублей, я за них отдала. Несмотря на то, что очень-очень красивые оттенки. И хотелось бы ими пользоваться. Я делала ими макияж. И на камеру, и без камеры. И когда они попадают мне в глаза, у меня краснеют глаза. Мне хочется умыться. И в общем эти тени уходят тоже в пользу кого-либо. Это Клиник. Это была когда-то мерцающая пудра. Но понятно, да, такой оттенок в качестве пудры использовать очень сложно. Поэтому это использовано было мною как румяна. Причем румяна тоже хороши такие на загорелую кожу. Они имеют такое сатиновое поблескивание, как будто с хайлайтером. Они мне очень нравились. Их, конечно, оставляю. Я честно даже не помнила, что они у меня еще есть. Вот эти тени двойные. 54-47. Отвратительные тени. В них нет пигментации. Грязный оттенок. Я буквально пару раз ими пользовалась. А здесь видно, что они как будто даже лоснятся. В общем, нет. Эти тени мне тоже не подходят. И двойные и тройные тени Фаберлик я точно больше покупать никогда не буду. 56-20. Это оттенок палетки теней из серии Секрет. Самый востребованный, который у меня был. Посмотрите, три оттенка очень востребованы. Вот этот самый такой ржавый оттенок, бронзовый. Мне совершенно не подходит. Он практически нетронутый стоит. Ну, это тоже вариант коричнево-бежевых теней. Он пока лежит просто так. Набор консилеров от Catrice, который я получила в подарок, не очень мне прижился. Но я думаю, что когда-нибудь его использую. В основном, конечно, три вот этих оттенка. Прошу прощения. Что делать вот с этим красноватым, каким-то кирпичным вообще представлениями? Ну, зеленым замазывать, красные какие-то участки. Мне, честно говоря, больше нравится лиловый корректор, который я использую. Вот этот я уже пыталась с ним распрощаться. Даже в каком-то видео показывала. Не то, что я больше его не куплю или кому-то отдам. И так он у меня здесь валяется. Никому не нужно. Сейчас уже точно уберу, потому что коробка переполнена. Хочется избавиться от лишнего. Тушь для бровей и ресниц. Твердая тушь. Тоже я снимала ее в видеообзоре с родной кисточкой пластиковой. Это было все вместе с тональным кремом Балет показано. Кому интересно, поищите в разделе «Всякая всячина». Есть у меня такое видео. Дальше. Такие тени уже тоже никто не помнит. Зелено-серо-зеленые оттенки. И тоже что-то с ними у меня не срослось. Серые тени вообще не очень люблю. Хотя я знаю, кому их отдать. У меня подружка с серыми тенями сейчас пользуется. Отдам ей. Палетка «Герлен». Которой тоже уже очень много лет не отдала ее подруга. Она очень красивая, но у меня уже падала. И самый крутой, самый красивый зеленый оттенок голографический. Он у меня разбился. Это были просто супер-супер тени. Посмотрите, какой красивый голографический зеленый. Розовый, которым я практически никогда не пользовалась. Золотистый. И голубой. Очень-очень. Самый, конечно, был выигрышный здесь зеленый. Я его наносила на верхнее веко. И они очень красиво переливались. Но сейчас зеленого нет. Я не помню, пересыпала я его куда-то или нет. Но тени хранятся. Я их не хочу никому отдавать. Так, что здесь у меня? Это когда-то был пробник Шанель какого-то крема. Здесь, кстати, зеленый такой болотный оттенок. Насколько я помню, это тени Эстелаудер, которые точно так же у меня выкрашились. И я их пересыпала. Я, наверное, уже опустошу этот пробничек. Поскольку им уже даже я не помню, сколько лет выброшу. Здесь у меня пробники какого-то крема Герлен. Герлен, Саше и Лекситан. Подтягивающий эффект. Не забываем удовольствия. Я даже не знаю, что это, скорее всего. А это концентрированное молочко для упругости тела. Наверное, надо уже попробовать. Уберу их из чемоданчика, чтобы когда-нибудь попробовать. Для чего я это храню? Это, кстати, знаете что? Это рефилы для водички были для Шанель. Шанель выпускается не только в круглых флаконах, но и в вариантах для сумочки. И когда-то я покупала им такие варианты и делилась с мамой. То есть три вот таких штуки продавались отдельно, а футляр для них продавался в другой упаковке. И для того, чтобы две вот этих штуки у нас было с мамой, я храню. И, может быть, когда-то она купит себе 3 по 20 такую упаковку, а у меня уже будет распылитель от нее. И я буду вот в таком прям виде пользоваться. Он не презентабельный, он выглядит некрасиво, но зато это получается гораздо выгоднее, чем покупать, например, объем 50 миллилитров. Ну и что у меня здесь осталось? У меня здесь остались карандаши. Карандаши Фаберли, которые я тоже уже очень давно хочу раздать. Я даже знаю, кому их отдам. Просто будет человек пользоваться ими как помадой, просто отдельно карандашами. Но это бесцветный. Мне сначала он понравился. Я его даже похвалила в своем видео. Но поскольку я толком не вижу контур, который получается от этого карандаша, то я не очень могу и эффект от него понять. Мне кажется, он еще и жирноват по сравнению вот с этими 4 карандашами. Поэтому я это все просто убираю. Здесь у меня есть ресницы, которые нужно клеить, но нет для них клея. Я их один или два раза приклеивала себе на праздник. Выходила. Так, что еще здесь у меня есть? Полотенце, которое нужно размочить. Когда-то мне его давали в Эльдебаты. У меня таких несколько из полотенец. Оно очень-очень маленькое. Хватит только вытереть руки или лицо. Так, что еще здесь? Здесь различные спонжики из разных пудр. Для чего лежат? Ну, для того, чтобы заменить какой-нибудь из тех, что у меня, допустим, потеряют вид в какой-то моей пудре. Здесь есть Шанель. Это тоже Шанель. Это, кстати, из пудры, из рассыпчатой. Очень клевый спонжик. Ну, и вот в этом мешочке тоже мешочек Шанель. Это, кстати, лопаточка от кремов. Кремом Шанель раньше прилагалась такая лопаточка, чтобы набирать его из банки. Сейчас не знаю. Ну, и различные кисточки Шанель. Это, по-моему, от пудры. Это от... Не помню, чего такие кисточки. Не то от румян. Ну, и такая же Малюська от Эстелаудер. Вот еще одна Шанель. Карандашики Шанель. Мне их когда-то давали. Я не знаю, девочки, зачем они у меня здесь лежат. Почему я ими не пишу? Мне жалко, наверное. Какая-то палка ненужная. Ну, и кисточки. Кисточка Эстелаудер для губ. Я помаду не наношу кисточками. Она бесполезная. Но когда-то наносила. Поэтому у меня есть еще две. Безымянные. Какие-то совсем недорогие. Но достаточно хорошие кисточки. Они мне нравились. А, и посмотрите, пробник туши. Зачем он у меня лежит? Я не знаю. Мне очень, кстати, эта тушь понравилась. Есть ли такая сейчас или нет. Постоянно меняется ассортимент у марок. Поэтому не знаю. Я, наверное, ее сохранила для того, чтобы если вдруг я когда-нибудь куплю люксовую тушь, то надо купить ее. Наверное, я вот этим руководствовалась, когда оставляла. Силиконовая кисточка. Ну, достаточно удобная. Вот и все. Несколько вещей все-таки на выброс. А основная масса уходит обратно в чемоданчик. Ну, я надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео. Большое спасибо, что посмотрели. С вами была Марина Соловьева. Всем пока!